РОБЕРТ ГРИН ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ВИДЕНИЕ Никакое проявление особенной низости или глупости, на которое мы наталкиваемся в жизни или в литературе, не должно быть для нас поводом к унынию и досаде. Мы должны получать в нем просто материал для познания, видя в нем новый вклад в характеристику человеческого рода, и потому закрепляя его в памяти. Тогда мы будем рассматривать его приблизительно так же, как минералог, попавшийся ему очень характерный образец какого-нибудь минерала. Артур Шопенгауэр Все высказывания Шопенгауэра из книги «Афоризмы и Максимы» Всю жизнь нам приходится иметь дело с людьми, которые постоянно создают проблемы и неприятности, всячески затрудняя нам существование. Это могут быть руководители, коллеги или наши друзья. Они могут быть агрессивны или пассивно агрессивны, но, как правило, умеют искусно использовать наши эмоции. Зачастую кажется, что они очень обаятельны, необычайно уверенны, брызжут идеями и энтузиазмом, и мы невольно подпадаем под их чары. Когда мы обнаруживаем, что их уверенность ни на чем не основана, а идеи никуда не годятся, бывает уже слишком поздно. Это могут быть коллеги, которые из тайной зависти умышленно дезорганизуют нашу работу или портят карьеру, горя желанием нас уничтожить. А иногда, к нашей растерянности, это коллеги или подчиненные, которые, как вдруг выясняется, заботятся лишь о себе, а нас просто используют. Общее во всех этих ситуациях то, что нас застают врасплох, поскольку мы вовсе не ожидали столкнуться с таким поведением. Нередко такие люди придумывают своим действием изощренные оправдания или винят удачно подвернувшихся под руку козлов отпущения. Они отлично знают, как запутать нас и сделать участниками драмы, которой они управляют из-за кулис. Мы протестуем, сердимся, но что толку, вред уже нанесен. Потом мы сталкиваемся со следующим подобным типом, и сюжет повторяется снова. Такое же чувство смущения и беспомощности порой возникает у нас применительно к себе и к собственному поведению. К примеру, мы можем внезапно брякнуть что-то такое, что обидит начальника, коллегу, приятеля. Мы даже толком не понимаем, откуда это взялось, но расстраиваемся, что частица гнева и внутреннего напряжения вырвалась наружу достойным сожаления образом. А порой мы с огромным рвением бросаем все силы на какой-нибудь проект или план, лишь для того, чтобы впоследствии осознать. Это дурацкое предприятие, чудовищно бессмысленная трата времени. А иногда мы влюбляемся в человека совершенно не нашего типа, понимаем это, но остановиться не можем. А потом недоумеваем. Да что на нас такое нашло? В подобных ситуациях мы ловим себя на том, что волей-неволей встраиваемся в саморазрушительные схемы, паттерны поведения, которые, похоже, никак не зависят от нас. Как будто у нас внутри поселился опасный чужак, бессенок, действующий помимо нашей воли и подталкивающий к неуместным поступкам. И этот внутренний незнакомец – существо неуправляемое. Во всяком случае, гораздо менее управляемое, чем кажется, когда мы мысленно оцениваем собственную личность. Об этих двух вещах, о неприглядных поступках людей и о нашем собственном поведении, которое иногда так удивляет нас самих, мы знаем одно – мы понятия не имеем об их причинах. Можно, конечно, зацепиться за какое-нибудь примитивное объяснение. «Этот человек злой. Он просто социопат. Или что-то на меня нашло. Я была не в себе». Но подобные готовые аргументы не помогают понять эти паттерны или предотвратить их повторение в нашей жизни. Дело в том, что мы живем поверхностно. Наши реакции на слова и поступки окружающих – эмоциональные. Мнения, которые мы формируем о других и о себе, сильно упрощены. Мы предпочитаем довольствоваться самыми простыми и удобными для себя объяснениями. А что если мы сумеем нырнуть под поверхность и вглядеться в глубину, подобраться к истинным причинам человеческого поведения? Что если мы сумеем понять, почему некоторые люди оказываются завистливыми и пытаются мешать нашей работе? И что за необоснованная самоуверенность заставляет их считать себя богоподобными и непогрешимыми? Что если по-настоящему разобраться, почему люди внезапно начинают вести себя неразумно, демонстрируя самые темные стороны своего характера? И почему у них всегда на готове рациональные объяснения своего поведения? И почему мы постоянно попадаемся на удочку лидеров, апеллирующих к худшему в нас? Что если научиться всматриваться в сокровенные глубины и трезво оценивать характер людей, так, чтобы избегать неподходящих коллег, начальников, подчиненных и личных отношений? Всего того, что наносит нам такой огромный эмоциональный ущерб. Если бы мы по-настоящему понимали истоки человеческого поведения, деструктивным личностям было бы гораздо труднее постоянно выходить сухими из воды. Нас не так просто было бы покорить и ввести в заблуждение. Мы умели бы предвидеть и хитроумные манипулятивные маневры, и понимать, насколько лживы их отмазки. Мы не позволяли бы втягивать себя в их драмы, заранее зная, что их попытки нами управлять держатся исключительно на нашем к ним интересе. Мы, наконец, лишили бы их психологической власти, так как видели бы их насквозь. То же касается и нас самих. Что, если мы сумеем вглядеться в себя и увидеть истоки наших самых опасных эмоций, понять, как и почему они руководят нашим поведением, зачастую вопреки нашему желанию? Что, если мы сумеем понять, почему нас так неудержимо тянет получить то, что имеют другие, или стать своим в какой-либо группе, настолько своим, чтобы презирать тех, кто к ней не принадлежит? Что, если мы сумеем разобраться, что побуждает нас лгать о себе или неосознанно отталкивать от себя других? Если мы лучше поймем этого внутреннего незнакомца, нам станет ясно, никакой это не чужак, а неотъемлемая часть нас самих. И мы на самом деле гораздо загадочнее, сложнее и интереснее, чем нам представлялось. Осознав это, мы сумели бы разрушить негативные паттерны в своей жизни, перестать вечно выдумывать оправдания и лучше управлять собственными действиями и тем, что с нами происходит. Обретение ясного взгляда на себя и окружающих способно изменить ход нашей жизни в самых разных отношениях. Но вначале следует развеять одно распространенное заблуждение. Мы склонны полагать, будто наше поведение по большей части осознанно и управляется нашей волей. Нас страшит мысль, что мы не всегда контролируем собственные поступки. Однако на самом деле это так и есть. Мы – игралищи сил, таящихся где-то в наших глубинах. Они управляют нашим поведением, действуя на заднем плане, помимо нашего сознания. Да.